вот так встретились встретились до друга и уксус Машка, а Машка? Сейчас, подожди Машка, а Машка? Да, 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 да вот встретился с Евгением Ли сегодня это не главная задача ребята на сегодняшний день сейчас я иду в МФЦ по поводу космоса водку то им мы всегда принесем а вот сделать тему сможет не каждый но мы попробуем переломить этот момент чего Машка тебе уже веселее стало расскажи как расскажи где ты расскажи где ты ночью была а здесь сегодня уже была квартира ну какой квартире я не буду говорить это мне нельзя говорить мне запрет делали просто нечаянно я еще идем буду ругаться там там сильно буду ругаться душ муж все нормально да иди ты башню душ душ горе космос мафик ты туда лезешь грязными руками я пойду и буду их заберечь я все мы хотим в Москве остаться я только съезжу и проверю и все и обратно вернусь я понял а когда поедете в среду с утра это уже мне кажется мне кажется в неделю едешь соферская привычка маня я держу тебя опять сеструю иди ты ну иди обниматься ну со мной ты в плече сейчас берешь сейчас заберешь я шума шума ты 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 иди бог ты меня вот так каждый день второй день он у меня как отсюда виситавляет да конечно я поставляю человек каплиру как это мне будет говорить мои соседи но они хороших времени будут а на что поедешь ты где денег где денег на билет возьмешь а сколько билет я не знаю сколько стоит не знаешь сколько стоит да да и я не буду доволить мы туда ехали я понял если мама еще жива если я опять в телевизоре буду а как я с тебя я с тебя говорил что давай что у тебя нет ни одного знакомого в деревне найти через одноклассники и позвонить не надо через одноклассников мне дружище дать через контакты одноклассники можно дозвониться хоть блин на остров Пасхи я понял ладно пойду я в МФЦ куртку я завтра сижу в церкви дружище я не могу подать заявление за него о восстановлении документов паспорта в данном случае нет без него никак только в его личном доступе вы можете прийти с ними если вы хотите ему помочь в данном случае но только соответственно с ним а предварительно я могу заплатить госплошлине я могу дать реквизит возьмите пожалуйста что там штраф нужно оплатить вообще что нужно смотрите у него была утрата паспорта правильно я понимаю да оплачиваете 300 рублей всегда непосредственно в УВМ уточняется какой штраф всегда оплачивается 300 рублей соответственно у вас тут была кража утеря 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 да а где узнать какой штраф он уплатит да тогда у вас будет сейчас отдам реквизиты это будет полгода это еще то есть паспорта у вас как-то тратили нет да смотрите по вот этим реквизитам вот 1500 замена паспорта при утрате это и госпошлина и штраф здесь нет это только госпошлина это соответственно ваш друг и фотографии и вот заплаченные соответственно этой реквизитации приходят к нам по вот этому графику работы потому что паспорт по утрате принимает только ОВМ это у нас на втором этаже сотрудники МФЦ замену паспорта по утрате не принимают я понял а ОВМ будет решать какой у него штраф да ОВМ уже вынесет решение будь там какой-то штраф не будет там уже все я понял спасибо 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 вот так вот ребята лед как говорится тронулся значит взял я квитанцию по оплате госпошлины по утере паспорта полторы тысячи стоят вот какая-то там другая другой отдел МФЦ решает какой будет штраф по по утере ему я думаю ему поставить минимальный штраф мы показываем его комиссии и все будет ясно и дальнейшее наше действие сейчас я оплачу штраф не штраф а госпошлину полторы тысячи и дальнейшее наше действие будет зависеть от финансового нашего положения а сходить можно здесь много времени у нас вторник 11-20 следа 9-13 и так далее это день 9 и так далее это день 9 идем в сбербанк так это у нас У нас седьмой дом. Бутыльская. Валюшечка, спасибо. Приготовила мне сад. Я офигел, конечно. Так что у нас мир не без добрых людей. Ребята, спасибо за подписку. Спасибо за то, что помогаете нам. Бедолагам в такой богатой стране. И вот приходится друг другу помогать. Сейчас посмотрим, что нам скажут здесь. Здесь нам ничего не скажут. Здесь любят деньги. Поэтому все будет четко. Поможете? Платежи. Надо заплатить госпошлину за утерю паспорта. У вас нет? Есть. Фотография паспорта есть? У которой утерят? Нет. Она может быть, если он утерят. Это не мой паспорт. Я помогаю человеку, который живет на улице. Мне всего лишь надо заплатить госпошлину. Потом я иду на ОФЦ, на комиссию, которая будет решать, сколько с него взять штраф по утере паспорта. Мне нужно заплатить вот это. Наличные? Наличные. Наличные. Там ровно полторы или больше? Полторы или больше. Нужен быть документ какой-то. Мой паспорт. Угу. Угу. Паспорт. Оплачиваете не за себя, да? Нет. Помогаю людям, попавшим в беду. А за кого оплачиваете? Фамилия, имя, отчество? Аданькин. Адань. 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 Аданькин. Да. Валерий Александрович. Валерий Александрович. Валерий Александрович. Спасибо. Спасибо. Так, сейчас сходим. Поднимем настроение Валерчику. Оттуда, да. Снимем дальше. Все спеша бегут. Ребята, это я вот секундочку снял по поводу, насколько мы нужны людям, окружающим, торопящимся куда-то. И в том числе с определенным моим коллегом. То есть только что он снимался. И никто даже не видел, куда он пошел. Как сквозь землю провалился. Оплатил я госпошлину полтора рубля. Вот сейчас надо его найти. Сказать, чтобы он был готов идти в МФС на эту, на комиссию, которая решает по поводу штрафа. Предупредить его. А потом сходить со мной в МФС. Зайти на эту комиссию. Ну и подготовить их. Подготовить их к тому, что они на самом деле увидят перед собой. Чтобы не испугались нашего космоса. Ну я и думаю, прям сразу заодно мы подадим документ. Там, наверное, бесплатно. Ну или по крайней мере какая-то минимальная сумма. Это страховой полис. Страховой полис. Чтобы и времяночку, да? Времяночку надо будет сразу заказать. Чтобы по времяночке можно было его определить в больничку. На нормальный период. В нормальную больницу. Не в нормальную, а в профильную больницу. Никак мы его раньше отправляли, куда придется. Вот, нет. За такое время куда он мог свалить. Ходит он очень медленно. Он, возможно, просто там на шестом выходе спустился в метро. А я его побежал куда-то искать. Непонятно. Ну ладно. Сейчас найдем. Несколько кругов дадим. По-любому этого зайца мы вычислим. Спасибо огромное всем за поддержку. Материальную, моральную. Техническую. Много ребят помогают в этих в трубном доступе компьютерных технологиях. Спасибо моим модераторам. всем кто подписан на канал подписывайтесь. Будем делать добрые дела. так, ребята. Негодяй. Нашел я его. Немножко поднимем ему настроение. А Данькин. Валерий Александрович. 14.01.71 у тебя, да? Дата рождения. 14.01.72. Я заплатил госпошлину за паспорт. Я пришел тебе, нашел, что подготовить. Нам надо сходить с тобой в ВФЦ. Лично, чтобы нам решили сколько платить штраф. Понял, да? Штраф скажешь. Сколько у тебя есть денег? Штраф. Штраф. Короче, я сейчас скажу, предупрежу их просто, чтобы это, чтобы они не пугались, кто придет. Понял, да? Ты не пугай всех. Ха-ха-ха. Полторашка. 300 рублей сразу. Ну, не знаю, сколько скажешь. 100 рублей. А, ну да. Если не сегодня, там, короче, много этих вариантов. Там не само МФС решает, а какая-то еще. ОМВ или что-то такое. Не знаю. Второй этаж, бля. До конца справлю. Ну, вот, за ЗАГСом. За ЗАГСом 17 рублей. Да, за ЗАГСом 17 рублей. Да, за ЗАГСом 17 рублей. И заодно это. Сразу подадим заявление на эту... Не на паспорт. Это на страховой полис. Остальные пока тебе нахер документы не нужны. Паспорт и страховой полис. Права есть только на самолет. На самолет. Или на электричку, да? Все, не теряйся, короче. Сейчас я схожу. Там, может, сегодня. Там, сегодня, по-моему, до 19. Сейчас я гляну, за скольки. Так, сегодня... А, сегодня до 18. Сегодня до 18. Сегодня до 18. Я тебя учу, бля. Вторник до 20. Ну, если жена одна сатановая. Ну, если сегодня успеем, значит, сегодня сходим. Сейчас я схожу. Или запишусь, чтобы нам точное время назначили. Все, рулим дальше. Так, ребята, снова МФС. Сейчас мы попробуем это. Обратиться к этой комиссии, которая по штрафу решает. Может быть, они без Валеры это сделают. А может быть, просто мы их подготовим, чтобы придет Валера. Кому он не безразличен, кому интересно. Финансовая помощь, донат и карты СПЕР, Белорин и Теньков будут в описании. Кто готов помочь в нашем деле, милости просим. Будем велика благодарны. Девушка, еще раз здравствуйте. Смотрите, я по поводу вот этого человека, который на улице живет. А могу я сейчас увидеть вот эту комиссию, зайти к ним? Хотя бы подготовить их, кто к ним придет. И назначить конкретное время. К сожалению, сейчас вот я вам дала график работы. У них обед до 14-45. 14-45, ну это терпимо. Ну все-таки можно к ним зайти сегодня, да? Ну да, конечно. Можно они сегодня до 6-ти, если что. 14-45 они приходят с обеда. Да. Только они ничего нового вам не скажут. Ну, по крайней мере, я. Поговорю с ними, да. Просто подготовить, потому что человек живет на улице. Сами понимаете, в таком состоянии. Ну, здесь бывают такие в целом. Я думаю, они подготовлены, да. Мне нужно назначить определенное время, чтобы он не большое время здесь занимал. Хорошо. Сходите. Спасибо большое. 14-45. Ждем. Уже дотал его добить сегодня. Штраф оплатим. А, фотографии. Нет, сначала штраф. Штраф важнее. Фотографии я могу сделать даже бесплатно. Я думаю, мне пойдут навстречу в каком-нибудь фотосалоне. Я сам его сфотографирую. Более-менее прилично. И отнесу в салон. Там скорректируют. Ну, и так далее. Все. Движемся. Ребята, ну и чтобы разбавить наш ролик грустный, каким-то позитивно лирическим отступлением, я уже заходил утром. У меня сегодня сорвалась поездка по заказу мебельному. И я уже заходил в эти музыкальные инструменты в магазин. Вятская, дом 1 находится. Маленькая рекламка, я думаю, нужная людям. Молодежь, учитесь играть на инструментах. Помогает в жизни здорово. Мы сейчас зайдем, ой, зайдем посмотрим цены. Покажу вам. Я уже видел, шапка у меня приподнялась немножко. Ну, покажу вам. Китай. Короче. Китай. Вот так далее. Вот такая. Ну. Ну, кстати, вот эта приличная более-менее. Клейные грифы. Понимаете, да? Какое расстояние должно быть на ладах. Так. Производитель. Производитель. Не указан. Вот такие. Дальше. Дальше. Дальше пошли. Такие. Сами. Дальше. Вот такой магазин. Интересный. Есть вообще за область. И 70, и 100, и 150. Один магазин. 87. Почему она стоит 87? Это со скидкой. Ну, если покупать, я думаю, вот такого плана. Такого плана электроакустика. Электроакустика. Потом электроакустика. За 21 фирма. Такая фирма. Это вот так, да? Круто. Я понял. Вот такие. Ну, короче, я смотрел в среднем электроакустика. Более-менее стоит 26 рубликов. Ой, блин. Все бы забрал. Такое лирическое отступление. Чтобы не напрягать мозг. Так. Все. Ждем пока с обеда придут наши сотрудники МФЦ. Гармошка. 44 рубля. Тульская Германия. Такой магазин. Ну, во второй не пойдем. В принципе, то же самое. Только цены еще круче. Потому что он находится, этот находится за углом магазин. А тот находится на нижней маслотке. То есть, центр. Ближе к центру, соответственно, все дороже. Так. А зачем я здесь пошел? Пойдем опять. Чтобы космос никуда не убежал. Посмотреть в каком он состоянии. Чтобы он дошел до МФЦ. Назначат нам штраф. Выпишут квитанцию. Я так понимаю. Ну и все. Пока мы не оплатим штраф. Дальше движух не будет. Если у меня хватит сегодня оплатить штраф. Значит, я его оплату. И у меня там осталось где-то рублей. 700-800. Если сделают 300 рублей штраф. Значит, оплатим. Если больше, значит, подождем. Изыщем моменты финансовые. И продолжим. Так. Валерий Александрович у нас греется в лифтовой. Сейчас я найду эту тройку. ГеAAбать! Ты здесь будешь, да, Валер? Да! Ге-ать! Тут такой... Господи, прости, мою душу, Валерий. Тут такой духан, мне кажется, антидета... Выпроводят без штрафа! Ха-ха-ха! ну в 14 45 где-то минут через 20 они приходят с обеда вот пока я там сниму короче через час образно говоря если там штраф небольшой если у меня капусты хватит на штраф госпошлим я заплатил полторашку если ну короче сейчас разберемся приду скажу тебе результат вот кто там сильно умничает можете можете приехать и помочь человеку три секунды рядом постоять где дуют колориферы и вот это все зловоние поднимается вверх я как человек привычный к этому это я оттуда убежал а так наверное у любого непривычного к этому человека сразу появится перистальтика кишечника верхнего отдела желудочно-кишечного трактора так скажем медицинским научным языком более-менее подпишитесь на канал граждане кто смотрит данный видос подпишитесь на канал поставьте лайк помогите разрулить эту тему перевести в нормальный режим людей которые оказались на улице которые оказались в беде которые большинстве своем конечно сами виноваты мы что оказываемся в подобных ситуациях но все же руку помощи протяните ближнему своему так третий раз будьте добры вот это вот центр это вот лабинку ноги нет никакого чтобы до которого сейчас дать документы это второй этаж пятидесят этаж спасибо второй этаж сюда что ли 50 окно 50 кабинет 50 подойдите к рабочему месту 9 разрешите товарищ майор у меня такая ситуация я хочу помочь человеку восстановить документы он живет на улице соответственно он непристойно выглядит сегодня он может зайти если вы не против будете в москве район наверное этот отдам ким валерий александрович нету такого а даньки а да да до 14 1 72 госпошин или полторы тысячи заплатил нам нужен штраф оплата госпошлины у нас есть сейчас нужно фотографии а как у нас вообще в россии такое вообще возможно человек без прописки я понял значит фотографии в этот чек я понял сегодня нам можно посетить благодарю спасибо вот фото ателье сейчас поинтересуются у людей сколько стоит и как быть я свой репортаж блог в ю тубе ведут вы по поводу фотография вас не снимаются по поводу фотографии к вам обратиться скажите пару человек на улице он непристойно выглядит я могу фотографировать на телефон и вы отредактируете фото на паспорт серая пойдет серая однотонная спасибо сколько три фотографии 300 рублей спасибо ну вот ребята сейчас я его щелкну и придут ребятам сейчас идем где наш где наша звезда ютьюба так ребята ну сфотографировал я его вот он сейчас чешет в мфц летящей походкой пока он туда дойдет я успею сделать фотографии и догоню его я наконец-то к вам попал здравствуйте наконец-то здравствуйте вот талончик с номер 43 вот небольшое спасибо так сказать под талончиком шоколадное да ну вот ребят сделал фотографии пасть порву моргало выкалю блин такой получился ну неважно документ есть документ делаем в режиме я не знаю какой это режим как это назвать но суть ребята если бы кто-то да просто подал человеку руку помощи пусть я убил сегодня день на это да целый день я сегодня занимаюсь только этим результат у нас какой сейчас он там заполнит какие-то бланки ну чтобы это было побыстрее я попрошу майора эту девушку симпатичную чтобы я за сам заполнил это вот он только поставить там свои подписи и все она назначит штраф не знаю хватит у меня капусты не хватит оплатим штраф принесем квиток и все в принципе паспорт наверное уже будет делаться и без квестка об оплате штрафа и там я не знаю когда завтра послезавтра возьмем времяночку вот он космос устал идти уже но ничего брата чуть-чуть осталось пойдем пойдем валера пошли вот-вот не ругай сама там сейчас вот за дом поворачиваю за это вот и синяя машина вдоль дома прям до упора понял да я пока пойду очередь займу по очередь во двор дома заходишь понял да да во двор и по прямой до упора да он он буквы г вот стоит да да вот ты упрёшь прям дверь будет второй этаж пятидесятый дамы я тебе там встречу нова фотографии я сделал все сделал а сигаретка началась были колхозе утра на ваша дайте хуже чем пройдемте на кто уроды а ты что не знаешь на районе где у тебя мфц я знаю но все давать потихонечку скандаля ребята ну вот сегодня фартит мне на персонажей наших сказочных так космос потерялся сейчас увидите посмотрите кто идет вы посмотрите кто идет так ты дома уже в москве строится говорят а чё там ремонтируете подъезд а что ты умеешь делать пока спателем работаю пока доверили для начала спать а то тебя там все потеряли в ютубе но не я когда не трезвая вечером выпиваете ну если у меня останутся копейки я зайду сигареты ну возьми да штуки там 4 5 а ты тут на днех не заходил вечером сюда нет в вагончике а я и думаю знаю где вагончик я не знаю вечером приходил мы как раз ужин номеров нет телефона никого не у тебя потерял с космосом идем в мфц оплатили документы паспорт делаем у тебя есть документ на мне в четверг это такую пятую форму да а дальше сама а потом уже просто фотографии мне сделки участку поля ну иди не мерзли работать увидели любка любка трезвая ебнуться можно вот это фокус и прикольно действует действует ребята нас с вами война действует заметьте вот и космос на полусогнутых пятую врубай космос нихрена резина лысая да я просто потерял что ты долго из-за угла не выходил и все и по прямой коричневая дверь динамовая да 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 2 любку любку встретил прикинь работаю здесь подъезды делаю с этим с белорусами с пацанами трезвая я выбиваешь ну так год иногда вечером ну видимо бабосов нету как всегда стройка это все это хуже чем бомжевание там хоть не работаешь а здесь работаешь и денег нет выделяют я помню работал сколько там 250 рублей на сутки на еду на сигареты сигареты 110 рублей что остается пожрать не ну там жили рядом также вот так они но дело в том что остается 140 рублей на еду хлеб 20 выпить иногда хочется тоже на чайку скинулись сына до давит иногда тойота симпатичная кота так ну идем пьяный голодный холодный но идем ох Валерка и по прямой до конца так ждем очередь я достаю из широких штанин ну урка постулат бесполезного груза гражданин а не какая-нибудь гражданка да ну дойдешь до совка да все ребят 10 10 февраля и далее мы получаем уже оригинал это пока временно я так все ребята спасибо всем огромное смотрите ролик ставьте лайкосики вот все в описании видео информация маленькое дело мы сделали а может быть и большое всех благ ждем комментарии подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал я не hết если вы да